«Ля Сет Арте», «Кэс Визьон», «Национальный центр фотографии» представляют фильм по идее Уильяма Клайна «Контрольные отпечатки». «Нобуёси Араки», режиссёр Жан-Пьер Криф. Когда я начал снимать фотографии, я уже забыл. Но, насколько я помню, это было сразу после моего рождения. Наверное, я вышел на улицу с камерой в руках, повернулся и сделал первую в своей жизни фотографию. И с этой минуты я навсегда попал на крючок. Я родился и вырос в Токио. Естественно, жизнь большого города влечёт меня. Естественно, мне интересно это фотографировать. Но мне интересно не то, что знают все, а то, что мало кто знает. Я называю это «мой Токио». А чтобы снимать «мой Токио», я должен как-то взаимодействовать с людьми, зданиями, светом в городе. Когда я иду среди городского шума и суеты, я слышу и чувствую звук моих собственных шагов. Даже когда я в толпе, и вокруг оглушительный грохот, я всё равно ощущаю себя отдельно от толпы. Мне кажется, жители Токио живут с этим обострённым чувством одиночества. Когда они переходят через дорогу, мне кажется, вся их грусть видна и на фотографиях. Может быть, только я так думаю. Но мне кажется, что в Токио самый высокий в мире процент печальных людей. Мои фотографии — это мой дневник. Точка. И каждое фото — всего-навсего документ одного конкретного дня. А каждый день содержит в себе и прошлое, и проекцию в будущее. Поэтому в каждом фото я обязательно всегда ставлю дату съёмки. Субтитры создавал DimaTorzok Например, если я поднимаюсь в гостиницу в номер с девушкой, это просто одно из событий данного дня. Но я хочу показать, что этот отдельный момент связан и с прошлым, и с будущим. Это настоящее и ценно тем, что это мгновение между прошлым и будущим. Я чувствую и то, и другое. И стремлюсь это запечатлеть. Когда я делаю снимок, мою собственную память будто стирает. В эту минуту моей памятью становится камера. И чтобы заставить людей понять, что происходит в моей душе, в моём внутреннем разладе, я должен извлечь из себя целый год фотографий, никак не меньше. Часть того, что я делаю, основана на чистом чувстве. Но я не люблю демонстрировать эту чистоту. Поэтому я показываю свои и не столь чистые чувства. Понимаете? Что касается моих фотографий, главное — это их количество. Когда я раскладываю свои контрольные отпечатки, это всё приобретает космические масштабы. Прямо как мандала в буддизме. Мне кажется, чем больше фотографий я снимаю, тем лучше. Это мертвенность чувств и пейзажей. Я очень стремился подчеркнуть это настроение в первые годы работы фотографом. Я проявлял плёнку при очень высокой температуре, чтобы выявить зерно. И когда картинка того, я глядя, развалится на точке, я резко охлаждал её, чтобы зафиксировать на бумаге. В тот период я сознательно так обрабатывал изображение. Я жил в тесной квартирке. У меня не было места для негативов, поэтому я держал их на улице. А там бывает дождь. В конце концов, негативы начали разлагаться, мне бы следовало их выкинуть, ведь сгнили. Но я подумал, вот повезло, это их небо да проявило. И я их напечатал. Вот результат. Можно сказать, что это похоже на эффект атомной бомбы. Это уничтоженный пейзаж. Как будто род человеческий занялся самоуничтожением. Как будто это ещё и конец фотографий. Это несколько моих ранних фотографий. Это мои первые шаги в профессиональной фотографии. Эта серия называется «Сентиментальное путешествие». Сейчас я объясню, почему. Всё это про мою женитьбу. Я женился в 1971 году. И наша свадьба и медовый месяц были таким сентиментальным путешествием. Но ещё и путешествием в фотографию. Делать снимки для меня это сентиментальное занятие. Я хотел громко заявить всему миру, что с этой минуты я стал настоящим фотографом. Так что название «Сентиментальное путешествие» выражает смысл всего проекта. В те годы главным в фотографии был репортаж. Было такое царство объективности. Тон задавали такие коллективы, как «Магнум» и «Лайф». В те времена быть фотографом значило жертвовать своими чувствами ради тотальной объективности. Но у меня был принципиально другой подход. Можно фотографировать себя самого и то, что дорого тебе, потому что это и есть главное. Здесь интереснее всего выражена драматичность. Я тогда пользовался термином «сисасин». Это значит «личная фотография». Так я превратил наше свадебное путешествие в сырой материал для серии снимков, ставших моим манифестом. Потом умерла моя жена. И мне кажется, что в фотографиях нашего медового месяца уже есть предчувствие ее смерти. То есть отдельные снимки производят впечатление путешествия в смерть. Вот, например, на лодке на реке Янагава. Она спит. На самом деле она просто устала. А я снял ее сверху, без всякой задней мысли. Но видите, она свернулась, как зародыш. И если присмотреться, кажется, что она пересекает реку смерти. В это мгновение я запечатлел наше свадебное путешествие как путешествие в смерть. Она свернулась зародышем, потому что она возвращается к самому началу своей жизни. Или взгляните на это фото с бабочкой. Потом я понимал этот кадр как мир иной, как царство теней. Так что это не столько медовый месяц, сколько схождение в преисподнюю. Как-то жена сказала мне, что у нее новообразование в заднем проходе. Врачи сказали, что жить ей осталось недолго. Это было летом. Так началось ее путешествие в зиму, потому что зима это смерть. Это мое самое мелодраматичное фото. Последний раз мы держимся за руки. Она уже была почти в беспамятстве, но когда я взял ее руку, она пожала мою в ответ. Даже в такую минуту я протянул камеру моему брату и попросил его сделать снимок в этом ракурсе. Я не могу он так и сделал. Казалось, рядом со мной есть еще один я, который не принимает участия в происходящем. Люди говорят, что я бесчувственный человек. Почему? Может быть, потому что по знаку я близнец. Я не один. Есть еще один я. Один я всхлипываю, а другой я на это смотрит. Это терраса моего дома. Пока жена была жива, она выращивала здесь цветы. После ее смерти садик завел. Сплошные развалины. Позже мои фото изменились. С нашего балкона я делал бесконечные снимки неба. Я назвал эту серию «Небесные пейзажи». Все время я смотрел на небо. Мне казалось, что сейчас моя жена появится там, что она прячется где-то за облаками. Для меня фотография это любовь. Любовь в категориях секса и любовь в категориях смерти. При помощи одного цветка я делаю великолепную картину секса и смерти. Когда я снимаю женщин, я также стремлюсь соединить секс и смерть. На моих фотографиях эти две страсти неразделимы. Я хочу, чтобы мои фотографии отличались именно этим. Увидеть смерть в сексе и секс в смерти. Когда я говорю «ню», я не имею в виду жанр «ню» как таковой. Я снимаю женщин обнаженными даже когда они вполне одеты. Тот факт, что видная грудь, для меня не означает, что они голые. Моготу женщины нужно искать в ее портрете, в ее лице. Может быть, эти образы похожи на цветы, которые я кладу на алтарь смерти. это и вдохновило мою серию цветы на развалинах. Поначалу я снимал самые разные цветы, а постепенно стал проникать в самое сердце цветка. Почему? Очень просто. Мне нравятся половые органы женщины. Все мои фотографические приемы проистекают из этого. Мой взгляд стремится проникнуть скрытое. Конечно, с годами мои фотографии становятся все более метафизическими. мне кажется, фотография это мимолетная вещь. Потому она и работает. Я ничего не делаю силой. Все должно получаться само собой. Режиссер Жонг-Пьер Криф Монтаж Кристоф Типре Лизабет Жильбер Продюсеры Алекс Сала Лучано Реголини Тири Горель Производство КАЭС Визьон Арте Франс При участии Национального центра фотографии КАЭС Визьда